В начале недели политическая нестабильность и последние прогнозы Федрезерва оказывают давление на американскую валюту. Из последних экономических данных продажи вторичной недвижимости, которые выросли на 1,5% в июне и достигли уровня 110,2% после трехмесячного снижения. Чикагский индекс PMI упал до 58,9% в июне. Данные о несельскохозяйственной занятости будут опубликованы в пятницу. Тем не менее, в конце июля доллар растет. На данный момент курс евро и доллара ниже на 0,62%, соотношение валют – 1,17 пунктов. Пара фунта и доллара ниже на 0,24% и составляет 1,31 пункт. В центре внимания соотношение доллара и иены. Краткосрочные позиции будут ниже 110,95 пунктов со значениями 110,30 и 109,80 пунктов. Драгоценные металлы дорожают, золото сохраняет бычий характер торгов. Долгосрочные позиции будут выше 1,264 долларов со значениями 1,275 и 1,280 долларов ровно. Серебро на 0,9% дороже и стоит 16,85 долларов. С вами была Евгения Омногуби, специальная Red Trading Central Web TV.